Что такое карма, друзья? Такое понятие, которое, в принципе, отошло от основного понимания, как это было изначально. Изначально карма, это понятие существовало в философии индуизма и будуизма. И сам термин в переводе с санскрита означал действие, деятельность, труд. Причем не только в физическом смысле, да? К этому относились наши слова, наши мысли даже, наши желания. Как считают учителя и гуру, что карма – это вселенский причинно-следственный закон, согласно которому все дела и поступки, совершенные тобою как в прошлой жизни, так и в текущей жизни могут влиять на твою собственную судьбу. В последние годы слово «карма» настолько вошло в массовый обиход, что утратило свое первоначальное значение. Мы часто употребляем просто так, в быту это слово. И фразы начали люди употреблять, как получить плюсик тебе в карму, да? Как очистить карму? Или если что-то случилось, то говорят «это твоя карма». Однако на самом деле у кармы гораздо более сложное и глубокое значение. Последователи буддизма верят, что любые действия, которые совершает человек в своей жизни, происходят на трех уровнях – тело, разума, энергии. А каждый, даже самый незначительный поступок, оказывает влияние на всю нашу жизнь и формирует личность человека. Карма – это основной закон мироздания, который гласит, что каждое действие человека влияет на его судьбу. Ваша жизнь является следствием ваших решений, которые вы приняли, но как сегодня, так и в прошлом. И если разобрать эту мысль, то мы должны понимать, что все хорошее, что есть в нашей жизни, а также все плохое в нашей жизни, мы притянули к себе сами. Закон кармы – это представление человека о высшей справедливости. Всем хочется верить, что каждый получит в нашей своей жизни по справедливости. А тех, кто совершает хорошие поступки, судьба вознаграждает. Тех же, кто совершает плохие поступки, причиняет зло окружающим, то судьба накажет. Именно эти представления легли в основу о карме. Именно эти законы, законы притяжения, используя сейчас тренеры личностного роста, это на самом деле также переосмысленный закон кармы, который был сформулирован задолго до появления концепции осознанной жизни. Он гласит, что мысли, слова, поступки способны притягивать в нашу жизнь определенные события, в результате чего мы получаем опыт и встречи с разными людьми, как негативными, так и положительными. К сожалению, в нашей жизни негативных людей гораздо больше, нежели позитивных. И в свете кармы, в свете законов кармы, есть еще один постулат, что человек должен поступать с другими так, как он хочет, чтобы поступали с ним. И это работой, друзья, это действительно важный постулат, чтобы ты относился к человеку, к другому так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. На самом деле, если ты вдруг не интересуешься, если тебе наплевать на этого человека, то лучше, конечно, и не встречаться тебе с этим человеком на своем пути. Своими поступками человек может создавать как себе положительную карму, так и отрицательную, просто а-карму, то есть разрушительную карму, которая ведет человека к несчастьям и бедам. Постепенно эта энергия накапливается и начинает влиять на судьбу человека, определять его дальнейшие действия и поступки. И, как правило, человек, притягивая к себе все больше зла, он начинает вести себя так же, то есть он делает сам себе во вред множество поступков. Вот что значит один раз когда-то оступиться, не понять этого, что ты оступился, и далее продолжать действовать тем же самым путем, и в результате все хуже и хуже энергия накапливается и привлекает к человеку таких же, как он сам, таких же страшных монстров. И человек под воздействием уже окружающей среды из монстров, он начинает вести себя во вред самому себе, то есть разрушает сам себя. И получается, что он сам себе создал, заработал разрушительную карму, которая приводит его к страшным мукам уже после смерти его в этой жизни. И в следующей жизни он опустится на такое дно или вообще пойдет в переплавку душ. И есть такое, друзья, это понятие тоже есть, к которому мы придем. Злость, обида, негативные эмоции создают ви-карму, то есть большой негатив в вашей карме. Поэтому от этих эмоций необходимо избавляться. Нужно забыть эти злые эмоции, нужно погасить их в себе, нужно избавиться от тех мыслей, которые дают, которые подпитывают ваши негативные эмоции, которые внушают вам зло. И необходимо начинать прощать прощение у тех людей, которым вы создали это зло, которым вы за доброту заплатили вашим злом. В философии буддизма прощение – это самый простой путь отпустить страдания и обрести покой. После этого наступает любовь, то есть в себе нужно, необходимо пробуждать любовь. Это самое сильное чувство, которое помогает создать а-карму. Причем к ней относятся не только чувства к семье, любимым и окружающим людям, но и любовь к себе, к своему делу и призванию. Необходимо совершать хорошие поступки по отношению к тем, кого ты обидел. Человеком, который начнет помогать тем, кому он насолил, кому он обидел, кого он сильно обидел в своей жизни. И, конечно, вокруг вас находится большое количество животных, которых необходимо просто подкармливать. Подкармливать, и это такие же брошенные отщепенцы, которые получили свою карму себе бумерангом. И сегодня находятся в виде собак рядом с нами. И обязательно нужно практиковать практику благодарности. Благодарности человеку, который когда-то сделал тебе добро. Обязательная практика благодарности, она помогает исправить карму, вашу карму, на которую вы наложили столько грязи, столько негатива. Но вот практика благодарности тем людям, которым вы сделали зло, но они вам когда-то помогли, то есть вы воспользовались их доверием, не просто обманули, а они о вас думали лучше, чем вы на самом деле есть. Они вам доверяли, из их доверия вы нарушили своим предательством. А как вы знаете, что предательство это самый большой грех в аду, именно за предательство черти поджаривают на огне таких людей, которые предали, тех, кто им доверяет. Не бойтесь, друзья, благодарить тех, кто вам помогает. Не бойтесь благодарить тех, кого вы когда-то обидели. Превозмогите себя, нарушите свою границу недомыслия, границу неосознанности и благодарите тех людей, которые когда-то вам помогли. Просите прощения у них. Эта благодарность, это самая простая практика, которая помогает моментально исправлять карму. А для того, чтобы ваши действия были последовательными, не хаотичными, все, что нужно, вы запишите себе на бумаге. Бумага и ваше письмо, ваши записанные буковки, из ваших мыслей, они обязательно будут притягивать ваш взор, и вы будете, читая ваши собственные слова, написанные на белом листе бумаги, вы будете возвращаться к тем людям, кого вы когда-то обидели. И благодарность вы должны помнить, что вы должны их отблагодарить. И там, где вы написали этот свой список будущих своих работ, будущих движений по очистке вашей кармы, вам необходимо будет ставить плюсики, свои плюсики. Здесь вы помогли, здесь вы попросили прощения, здесь вы вернули ворованную вещь, здесь вы сделали хороший поступок, а здесь вы еще раз помогли, а здесь вы снова попросили прощения, потому что, знаете ли, иногда обиды бывают настолько сложными и страшными, что тот, кого вы обидели, не всегда готов простить вас с первого раза. Просите 10, 20, 100 раз. Приходите и просите, вымаливайте прощения, потому что это ваша собственная любовь к вашей душе. Вам необходимо очистить вашу душу от всей той грязи, которую вы по недомыслию, по неграмотности на себя нацепили. Хочу еще раз вернуться к разговору о том, берет ли человек, который помогает, берет ли он на себя карму другого. Но, друзья, конечно, если ума нет, то его и не будет. Зачем брать карму другого человека? Ваш совет – это совсем не карма, это его карма. А вы, наоборот, делаете благое дело, когда вы помогаете человеку избежать жуткой части своей кармы. Вот смотрите, у человека три пути. Недаром всегда рисуют три богатыря на конях, стоят перед ними камень. Пойдешь налево, пойдешь направо, пойдешь прямо. И здесь, друзья, вы должны понимать, вот эти три пути всегда стоят перед человеком, всегда есть выбор. И если ведущая мать подсказывает человеку, каким путем ей лучше пойти, то, как вы думаете, она делает добро? Делает. испытать, скажем, подзатыльников и пинков на своем пути. А зачем? Карма не переходит никогда. Можно, конечно, делать специальные ритуалы, можно привязывать, можно сбрасывать все плохое, но, в принципе, карма другого человека не переходит от одного к другому. Это не шизофрения. Шизофрения переходит от одного к другому. А вот карма – это судьба. Это поток частиц, которые у тебя есть. Конечно, ты будешь идти той дорогой, которая тебе, в принципе, указана в этой жизни. Но у тебя всегда есть три пути прохождения данной дороги. Один, второй, третий. Но, в принципе, цель будет ясна тебе в конце пути. И ты никогда не избежишь своей кармы. Другое дело, ты можешь быть повешенным, а можешь просто спокойно умереть своей жизнью в окружении детей и внуков. Это не значит, что ты не прошел свою карму. это значит, что ты просто выбрал абсолютно другой путь, который для тебя дают понимание, что можно лезть в бутылку, а можно и с улыбкой пройти по жизни. Это первое. Второе, друзья. Конечно, если сравнивать, что мы все биороботы, вот Хусаин Мирахмедов мне пишет, как только начинаешь думать о том, что все мы биороботы, то эти два примера впереди, которые он представлял, становятся неважными. От нас нужна энергия для подпитки каких-то сил, которым на наши цели наплевать. Мы просто овцы. Ну, в общем-то, конечно, мы овцы, мы стадо, мы люди из стада, мы биороботы, друзья. Даже если мы размножились, и вас родила мать, и ту мать, другая мать родила, и вы рожаете, это не значит, что вы не биороботы. У каждого биоробота есть своя функция отпочковывания другого, подобного себе существа. Так вот, если мы биороботы, а мы все же биороботы, то в таком случае, конечно, цель не важна. Тогда зачем заниматься мазохизмом? Если ты биоробот, цель не важна, твоя задача просто выжить. Конечно, дух закаляется, вернее, душа, душа закаляется. Дух это живая энергия, которая дается, входит в нас при рождении. А вот душа дается не каждому. О душе отдельно поговорим. А вот то, что касается, что мы биороботы, что какие-то есть души 144 тысячи, то, что указано в Писании. Да, конечно, душ просто так. Кто вам даст душу, друзья? Это нужно иметь хороший род. Хороший род, старый род, не запятанный род. Вот в таком случае, конечно, душа у вас будет. То есть род поможет вам приобрести душу. это мало у кого, друзья. Это настолько мало, что вы даже себе представить не можете. А что касается мазохизма, то я бы, друзья, с удовольствием послушала бы тех, кто со мной проводил бы уроки по психологии в мои молодые годы. Показывал бы мне, какие у меня ошибки, где я не права. Вот в этот момент начинается перестраивание. Вот в этот момент мы проходим наши уроки. Когда тебе кто-то показывает, какой путь у тебя, где ты не прав, где ты можешь обойти. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Это только Суворову пришло в голову карабкаться наверх, на вершину чертовой скалы, чтобы все его солдаты рухнули вниз в этих лосинах, где задницу все обтягивает. Просто вы не были в том месте, я была с сыном, мы там ходили, и, друзья, там плоские холмы рядом, не было смысла карабкаться на скалу, а он потащил именно на скалу. Вот так Хусейн, и ты делаешь сейчас ту же ошибку, думая, что карабкаться на скалу, это твой урок, а вот обойти по холму спокойно и устроить себе нормальную жизнь, или подсказать человеку, чтобы он так устроил свою нормальную жизнь, ты считаешь, что это непройденный урок, да? Но я думаю, что со скалой и с холмами, которые рядом, я привела довольно-таки правильный пример. Я Таня Карацуба, Сиидбурган. Обращайтесь, друзья, я подскажу, расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok